Друзья, не планировал я с вами встречаться, но сборная Грузии, молодежная сборная Грузии имела совершенно другие планы и сегодня взяла и обыграла Хорватию со счетом 1-0 на своем поле на стадионе Месхи. Давайте вообще разбираться, что там было. Ну и раз уж мы с вами встретились, немного поговорим и о главной команде, которая завтра будет играть в Батуми против сборной Украины. Это медиашот номер 2. Погнали! Итак, главное событие сегодняшнего дня это матч молодежной сборной Грузии, который она проводила в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Очень важный матч, чертовски важный матч. И стоит отметить руководство Грузинской Федерации Футбола, которое очень своевременно продлило контракт с главным тренером команды Рамазом Сванадзе еще на 4 года. Вот так вот вместе с Саньолем бок о бок они идут. И кто знает, вот в комментах мне уже писали, что возможно именно Рамаз возглавит сборную Грузии взрослую после того, как уйдет из молодежки. Но пока не надо никуда уходить, потому что блестящий матч против сборной Хорватии. Тренер гостей Ивица Олевич еще до игры сказал, что он впечатлен результатами грузинской сборной, как молодежка на предыдущем молодежном чемпионате Европы вышла из группы вообще с первого места. Не забывайте, там была Бельгия, Нидерланды, Португалия. И как мощно команда провела вот этот отборочный цикл. Да, там чуть-чуть не хватило, но вот решающие матчи выиграли. Ну и не растеряли очков с другими командами. Впрочем, об этом мы рассказывали уже, подводя итог групповой стадии отборочной. Вот Ивица Олевич ожидал тяжелого матча, но мог ли он подумать, что уже на четвертой минуте сборная Грузии забьет свой мяч? Ну хотя, кстати, как забьет? Это на самом деле был автогол, но, конечно же, в этом огромная заслуга именно грузинской команды. Давайте посмотрим, как это случилось. И вот, знаете, начало матча, счет 1-0. Хотелось большего, хотелось вот какой-то феерии, как это было в матче с Чехией у взрослой команды, и тем более стадион тот же. Но, к сожалению, знаете, зрителей было поменьше, такой пустоват был Мески, но все-таки ноябрь уже не месяц май. Поэтому людей было поменьше, Грузия, в общем-то, это преимущество, скажем так, обороняла. Ну а потом на 61-й минуте удаление в составе сборной Хорватии. Там еще, кстати, Ивец Саулич получил карточку за споры с арбитрами, желтую, правда. И вот осталась Хорватия в десятером. Очень хотелось второго гола, но, к сожалению, мы его так и не увидели. Очень много моментов для взятия ворот. Там можно, можно было забивать. Вполне я вам какие-то эпизоды покажу сейчас. Но в целом, наверное, позитивный результат после череды неудач для всего грузинского футбола. Вот молодежка обыграла сборную Северной Македонии, чтобы вообще выйти в этот раунд плей-офф. И теперь победа над сборной Хорватии. С болельщиками отметили эту победу уже после игры. Ну и что теперь? Теперь 19 ноября чертовски важный матч уже в Хорватии на выезде. Если говорить про состав сборной Грузии, то вот такая тревожная новость. Это возможная травма Иракли Азарови. Он там захромал, его заменили. Надеюсь, что все будет все-таки в порядке. Следим за новостями. Нодар Ламинадзе пропускал матч первый в Грузии. И вот он должен вернуться после дисквалификации. Это уже позитивная новость для грузинской сборной. На мой взгляд, хорошее начало. Все возможно. Жаль, что не забили больше. Ну и в заключении, вот такого короткого нашего включения, хотелось бы еще пару слов сказать и про главную сборную Грузии. Если вы видели в социальных сетях, сегодня грузинская команда отправилась уже в Батуми, где и будет проводить свой матч. Провели там тренировку. Судя по видео и фотографиям, газон более чем приличный. Ажиотаж есть. Вот можете посмотреть, как Хвичу Кварацхелию ждали. Он, кстати, за Динамо Батуми играл, если вы вдруг не знали. И, естественно, популярностью пользуется у батумских болельщиков особой. И тут даже, наверное, сам факт, что он играл в Батуми, он не так важен. Динамо Батуми Батуми играл в 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 Батуми Провели тренировку, в общем-то была еще часть такая пресс-конференция, общение с прессой И Вилли Саньоль там сказал, что в общем-то, конечно, надо атаковать, нужно побеждать Если Грузия выиграет два матча, она будет на первом месте Но главное показать в том числе и хорошую игру Там был, кстати, еще Ника Квиквискири, тот самый футболист, который принес чемпионат Европы в Грузию Который исполнил решающий пенальти в матче с Грецией И вот он сказал, что какое-то время его не было в составе национальной команды Но он чертовски рад вернуться и видит, что дух победителей у этой команды остался Я, в общем-то, тоже верю, что дух победителей никуда не девался Поэтому с нетерпением жду завтрашнего матча У меня вылет в 8 утра из Казахстана, лечу в Кутаиси там с пересадками до Батуми Надеюсь, что нигде не опоздаю, обязательно сниму мощнейший влог Поэтому призываю вас поддержать это видео лайком, подписаться на канал Обо всем буду рассказывать, все самое интересное покажу Спасибо вам за то, что посмотрели до конца Ну и верим в сборную Грузии До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok